Окунуться в атмосферу позапрошлого века приглашает городской музей. Ко дню рождения Реутовской хлопко-предельной фабрики здесь открывают новую выставку. Называется «Реутовская мануфактура». На суд жителей – десятки экспонатов. На этой выставке мы хотим показать, кто был руководителем этой фабрики на протяжении определенного времени. Это 19, 20, 21 век. Какие династии были на этой фабрике, кто работал. Потому что сегодня тоже есть ветераны, которые еще живы. И мы их также хотим пригласить на эту выставку. И также хотим встретиться. Хлопко-предельная фабрика уже давно закрыта. Но все предметы ее быта сохранились. Им уже больше ста лет. И выглядят они очень даже ничего. Как уверяют сотрудники музея, в коллекции есть и вещи основателя фабрики – купца Сергея Мазурина. Здесь же в витрине у нас имеется лопата, которая была найдена в загородном доме в Салтыковке. Тоже купцов Мазуриных. И вот такой вот наконечник от бронспойта пожарного. Это тоже все исторические артефакты, которые были найдены. Без продукции «Реутовской мануфактуры» тоже никуда. Вот, например, хлопчатый туркменский костюм. А это лоскутное покрывало для кровати. Из тысячи изделий, производимых фабрикой, на сегодняшний день сохранились лишь единицы. Изделия из хлопка в советский период, в общем-то, были основными тканями, которые люди носили. И это надо заметить, был натуральный материал, который дышит, а не та синтетика, которая сейчас. И вот этот вот хлопок, посмотрите, как его украшали. Это макет хлопкопредельной фабрики, создан 50 лет назад. К 125-летию предприятия. Детали – самая важная составляющая. От корпусов до железной дороги. Поселок, где жили рабочие фабрики, был огорожен воротами. Вечером их закрывали. Сигнал о закрытии подавал сторож при помощи вот этой трещотки. Звучал он примерно так. Подготовка к открытию выставки сейчас идет полным ходом. Коллекцию предметов быта дополнят. Откроют экспозицию осенью. Следите за афишами. Дарья Галакова, Алексей Золотарев. Для РТВ.